Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно приветствую с особым праздником, с Днем Памяти Казанской Иконы Божьей Матери. Но не просто это воспоминание в связи с каким-то отдельным чудом, это воспоминание о чудодейственном действии этого святого образа, которое споспешествовало спасению нашего Отечества. И это никакая не мифология, это факты, которые были хорошо известны на протяжении всей нашей новейшей истории с того самого времени, когда и произошло это Божье чудо. И когда по молитвам перед иконой Казанской Божьей Матери враг отступил от стен Кремля. И с этого момента началось освобождение Москвы, а затем и России. И вскоре Россия стала могучим, суверенным государством, где православная вера составляла самую основу жизни людей. Под покровом Царицы Небесной народ наш совершал великие подвиги, и трудовые, и ратные. И такое огромное расширение страны на восток, и решение множества и множества хозяйственных, военных и прочих задач, которые были немыслимы ранее, стали совершаться, и люди понимали, что все эти деяния не от их силы только, не от их умения, не от их любви к Отечеству, а от помощи Божией, которая снизошла на Церковь русскую и на народ наш в самые тяжкие годины испытаний смутного времени. В этом Успенском соборе Московского Кремля особенно остро переживаешь эти исторические моменты нашей жизни. Они как бы оживают перед тобой. Гробницы первосвятителей, участников этих страшных событий. И когда особенно трудно становится и нам, людям 21 века, сталкивающимся с теми проблемами, которые Бог попустил нам решать. Очень важно чаще бывать в Успенском соборе и соотносить трудности сегодняшнего дня с теми самыми судьбоносными днями бытия страны и Церкви, с теми самыми трудностями, когда вопрос стоял быть или не быть. И тогда, может быть, на фоне тех исторических трудностей, на фоне той горячей веры наших предков, испросивших у Господа спасение Отечеству, и наши трудности, будь то церковные, государственные, личные, могут показаться уж не такими огромными и страшными, не такими разрушительными, памятуя о том, как под покровом Царицы Небесной народ нас преодолевал еще более страшные исторические испытания. Сегодняшний день для меня отмечен очень двумя важными событиями. Сегодня в Успенском соборе Московского Кремля я имел возможность молиться вместе с владыкой-метрополитом Дубнинским, архиепископом русских приходов в Западной Европе, Воссоединение наше состоялось только что. Мы теперь единая церковь. Больше нету никаких причин быть внеевхаристического и даже просто братского человеческого общения. Такое впечатление, что народ наш в зарубежье испил всю чашу страданий, которую только можно испить. И вот в эти святые дни над всеми нашими церковными разделениями, а также и от разделениями общественными, которые всегда были связаны с разделениями церковными, поставлена точка. И нет никаких оснований к тому, чтобы в какой-то момент снова потерять то единство вожделенное и святое, которому мы шли десятилетиями и которое обрели в эти святые дни. Я хотел бы от всего сердца пожелать вам, владыка митрополит Иоанн, дорогие отцы, приехавшие к нам из Парижа, из Голландии, из Германии, из других стран, на которые простирается ваша владыка юрисдикция. Вместе мы сегодня молились, и я хотел бы пожелать всем вам крепкой веры, веры в то, что действительно, пройдя через исторические испытания, у нас хватит сил, укрепляемые силой Божией, ограждать себя от всяких разделений и расколов. Хотя есть очень много сил не церковных, которые попытаются, и даже сегодня пытаются, сеять семена разделений среди русских православных людей каким-то мистическим образом испытывая страх перед единой русской церковью. мы говорим всем людям, кто испытывает такой страх, не бойтесь, мы верующие люди, мы верим в Господа и Спасителя, мы прошли путем мученичества, исповедничества, менее всего нам свойственна интрига и политиканство на церковной площади, на церковном пространстве. Мы через все это прошли, мы все это выстрадали для того, чтобы чистым сердцем и светлым разумом воспринимать радость восстановления единства и сохранения общения. Я радуюсь также и тому, что сегодня в этом соборе присутствуют представители Смоленской митрополии во главе с Павловладыкой, митрополитом и Сидором. Смоленску были отданы более 20 лет моей жизни. И это не просто запись, биография, это огромная часть моей жизни. В свое время, будучи человеком достаточно авторитетным в московских и петербургских кругах, исполнявших ответственные поручения Синода Русской Православной Церкви, я в одночасье был отправлен в Смоленск как человек, вызывавший сомнения у тогдашней власти в добропорядочности и не совсем та в то время бывшая власть была готова, чтобы я продолжал свое служение в Петербурге, в Москве и за рубежом. И дан мне был Смоленский удел. В то время это была беднейшая епархия Русской Православной Церкви. Но когда я взошел под своды Смоленского собора, я об этом уже неоднократно говорил, потому что это одно из самых сильных воспоминаний в моей жизни. Я почувствовал такую силу божественной благодати, а приложившись к чудотворному образу, понял, что совсем не случайно Господь привел меня в этот город Смоленск, отлучив от всякого столичного и иностранного делания. И вот там, в Смоленской глубинке, когда иногда по колено в грязи, в резиновых сапогах нужно было двигаться к приходу, который я должен был посетить как правящий архиерей, вот там-то я и почувствовал глубину нашей веры, силу веры простого русского народа. И это был такой огромный опыт, который во многом помог мне в том числе исправляться с ускушениями, поневоле могущими возникать на патриаршей кафедре. Я сердечно благодарю смолян за их молитву, за их верность, за то, что они всегда были со мной и за эту службу, которая помогает мне в памяти воскресить непростые, но такие важные для меня дни и ночи, месяца и годы жизни в Смоленской глубинке. Мы тогда называли это глубинкой, сегодня это уже не глубинка, существуют прекрасные средства связи, это процветающий регион Российской Федерации, и я хотел бы особенно приветствовать губернатора Александра Владимировича, который здесь находится, и пожелать ему помощи Божией в дальнейшем процветании Смоленской земли. Еще раз всех вас, мои дорогие, хотел бы поздравить с этим для меня двуединым праздником воссоединения наших приходов, русских, зарубежных, и общения со Смоленской епархией, ставшей для меня родным домом в годы тяжких испытаний. Пусть Господь всех нас объединяет в силе духа, в силе веры, независимо от того, где мы живем, в столице, за границей, или где-то в российской глубинке, или на Украине, или в Беларуси. Мы все единая русская православная церковь, несущая огромную ответственность не только за судьбу, религиозную судьбу своих чад, но в каком-то смысле, не побоюсь сказать, и за судьбу веры православной во всем мире. И да поможет нам Господь внесение этого славного, но трудного креста. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова